МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С начала года зарегистрировано более 5000 пожаров. Большая часть из них пришлась на теплую пару. Чаще всего горели мусорки и поля. Бытовые возгорания тоже случались. В основном из-за неисправности электрооборудования и неосторожного обращения с огнем. Без жертв не обошлось. За минувшие 9 месяцев погибло 54 человека. Сотрудник МЧС рассказал, на что необходимо обращать внимание в холодное время. Ведь людям хочется жить в тепле, но не все обогревают жилище безопасными способами. Зачастую перед началом топительного сезона печи не приводится в надлежащее состояние, что за собой влечет возникновение пожаров. То же самое и касается устройств для обогрева помещений. Поскольку если в помещении холодно, сразу используются несколько топительных устройств. В результате возникает перегрузка электросетей. Ну и, как правило, нередки случаи возникновения пожаров именно от перегруза сетей или же выхода из строя самого нагревательного устройства. Комиссиат ЖКХ начал проверки в многоквартирных домах. Те, что построены до 2000 года под особым контролем. В большинстве домов отсутствует система пожарной безопасности таких. Ежегодно управляющая организация направляет собственникам таких многоквартирных домов предложение по приобретению и установке противопожарного оборудования. Но, однако, в связи с большой стоимостью затрат на выполнение указанных работ, это от 1 до 3 миллионов рублей, собственники помещения не принимают положительного решения. Глава кабинета министров также поднял вопрос о пожарных извещателях. В этом году 518 устройств установлены в домах многодетных семей. Проблема заключается в том, что польза от них только в звуковом оповещении домочадцев. Смекалин настаивает на модернизации системы. Она должна не только предупреждать о возгорании, но и передавать сигнал на пульты управления. Виктория Черкова, Руслан Баталов, Новости Управды ТВ.